МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Живой концерт на бис в Чувашу. Вновь приехали знаменитые артисты и семейный дуэт. Молчаливая красота в Чебоксарах определилась обладательницей титула Местихая Чувашия-2018. Не расстанусь с комсомолом. В редакции газеты Грани отметили 100-летие ВЛКСМ. 26 октября полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведет в Чебоксарах заседание Совета. Его участники обсудят повышение доступности медицинской помощи в регионах округа. В заседании примут участие первый заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, главы краев, областей, республик, представители Федерального собрания страны, руководители окружных территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, образовательных и научных организаций. Национальные проекты – инструмент для развития регионов. Чтобы достигнуть цели, обозначенных в майских указах Владимира Путина, в федеральном бюджете на трехлетний период предусмотрено свыше 9 триллионов рублей. Как поручения президента страны реализуются на местах и какие задачи стоят перед региональными властями, обсудили в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Майские указы президента страны лягут в основу более 60 федеральных проектов. На реализацию приоритетных программ в трехлетнем бюджете региона заложено свыше 17 миллиардов рублей. Это перспектива для жителей, что у вас рисуете и по адресовому принципу, и по территориальному принципу. Сейчас как раз федеральных министерств уже проекты, параметры по тем нераспределенным суммам ставлю задачу в ежедневном, ежечасном режиме отслеживать, соответственно, и работать как по национальным проектам, так и по федеральным проектам, которые сейчас федеральные министерства представляют. Отдельные уже утверждены. В приоритете развитие экономики, а для этого необходимы квалифицированные кадры. В планах на ближайшие годы создание 25 миллионов модернизированных рабочих мест по всей России. Касаясь высокотехнологичных рабочих мест, и вам будет спрошу тебя самим взять на контроль, мы должны уже создавать, президент разрушил, 25 миллионов рабочих мест. У нас тоже предприятие открывается. Генечный торговый оборот у нас увеличивается лет на 11%. Это как раз выполнение задачи, которые поставил перед нами президент России с 96-ми странами, мы видим на сегодняшний день нечто-другой оборот. Понятно, там хозяйство бегло, в основном, занимается. Самое главное, снижения нет, динамика не менее чем 10%. В республике должна вырасти и доля экспорта сельхозпродукции. Сегодня все продается, ничего не залеживается. Даже те, которые в руды взяли гидротехнические сооружения в аренду, они науки уже зарабатывают на руду. Биоресурсы, где соответствующие шлюзы и гидротехнические сооружения соответствуют. Хотя столько споров было. Основа стратегии развития страны – демографическая политика. Рождаемость должна стимулировать программа доступности дошкольного образования. В детских садах необходимо создать еще порядка 3000 ясельных мест. Тем самым мы обеспечим доступность шагу молодым мамам, у которых имеются дети ясельного возраста. Вот на слайде показано, это фактически у нас по месту жительства. В Чебоксарах – это практически там около 30 детских садов, дополнительно появятся ясельные места. Планируется 14 детских садов построить. Это больше всего 9 детских садов в Чебоксарах, Комсомольске, Чебоксарске, Цивийске. Город Канаш и Ночебоксарске. Реализацию приоритетной программы с главами регионов обсудила и вице-премьер Татьяна Голикова. Чтобы сократить очереди в детские сады с федерального бюджета с субъектом страны, уже направили 50 миллиардов рублей. Создавать ясельные места планируют в рамках нового национального проекта «Демография». По такому же пути в правительстве России пошли и в 2013 году. За это время дошкольное образование стало доступнее для большинства детей от 3 до 7 лет. С 3 лет обеспеченность местных садиков 99,9%, а проблема для детей до 3 лет. Потому что обеспеченность у нас 67%. На создание ясельных мест из федерального бюджета республики выделят порядка 2 миллиардов. Решить проблему с очередями в детские сады намерены к 2021 году. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Бахтияр Велиев. Республика. Завтра в Чебоксарах стартует форум некоммерческих организаций Чувашии. Основная тема – роль социального капитала в экономическом развитии региона и значение местных обществ в развитии территорий. Форум проходит уже в третий раз. Это открытая площадка для диалога общества, бизнеса и власти. Эксперты признают, качество социальных проектов из года в год растет. Больше стало и неравнодушных людей. Их активная гражданская позиция позволяет решать многие социальные проблемы. В конкурсе на получение президентского гранта каждый год рост 30%. Как сумма растет получения этих грантов, так и количество участников. Растет проектная культура участников. То есть люди не просто пишут «дайте мне денег». Они описывают проекты, они описывают эффекты от его деятельности. И значит, наверное, потому что мы выигрываем, появляется, ну скажем, растет профессионализм в этом плане. А это тоже многое стоит. Ведь ты начал вот в социальных проектах, а социальные проекты переставят государственные. Это тоже немаловажный факт. Это тоже соебрадная школа. В социальные услуги благотворительность развития территорий и местных обществ в рамках форума планируют обсудить эти и другие вопросы. На дискуссионных площадках некоммерческие организации представят свои лучшие практики. Эксперты из Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Ешкаралы уже подтвердили свое участие. По программе завтра, 26 октября, пройдет сессия на тему «Социальный капитал как эффективный механизм развития территорий». Форум продолжит работу и в субботу. В ЛКСМ сейчас молодым людям эта аббревиатура уже ни о чем не говорит. Но в 20 веке Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи объединял миллионы людей. 29 октября комсомолу исполнится 100 лет. Это событие сегодня отметили в редакции газеты «Грани». И одна я отвечала, я желаю всей душой, если смерти, то сновидной, если рамы небольшой. Если набрать в поисковике, что такое в ЛКСМ, то интернет выдаст большое количество исторических статей про грандиозные стройки и освоение целины. А если спросить это у тех, кто родился до 1974-1975 годов и успел побыть комсомольцем, они ответят – лучшие годы жизни. Ну чего комсомол занимался? Мы участвовали во всех мероприятиях, проводим школы, на работе. Участвовали в сборе макулатур, металлолома, помогали бабушкам, дедушкам нашим, которые в городе жили. Очень замечательное время. Ностальгия по нашей молодости. Ностальгическое настроение создавали не только песни. Гостей угощали гречневой кашей с тушенкой. Гречневая каша – это стройотряды, это картошка, это заготовка корма. Это комсомол, это наша прошлая жизнь, в которой мы выросли, это наша молодость. Надежда была активной комсомолкой в институте. Там и познакомилась с мужем. У нас всегда проходила очень хорошо студенческая весна среди города Перми. Это город-миллионник. И вот мы там всегда участвовали. И самое, я думаю, интересное, что у меня день свадьбы был самый главный финальный концерт у нас. На котором мы тоже были финалистами и должны были участвовать. Как же вы справились? Сначала расписались, пошли на концерт. Да, потом концерт, а потом еще на вечер. Как сказала Надежда, она из Перми. Ирина, которая давала интервью первой из Азербайджана. Почему на празднике в честь комсомола так много тех, кто родился и вырос далеко за пределами Чувашии, стало ясно после интервью главного редактора издательского дома «Грани». Новочебоксарск, несмотря на свою небольшую историю в 58 лет, это город трех всесоюзных комсомольских строек. И все традиции, все обычаи, ментальность этого города, атмосферность этого города связаны именно с комсомольцами. И мы просто посчитали необходимым провести праздник, посвященный столетию комсомольской организации. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. В Чувашию вновь приехали известные артисты. Семейный дуэт Виктория и Антон Макарские. Актеры проведут в нашей республике целую неделю. В гастрольном графике пять городов. Чебоксары, Новочебоксарск, АллатР, Шумерли и Канаш. Вчера живой концерт на БИС увидели чебоксарцы и гости столицы. Не прошло и полгода, как мы здесь снова у вас в гостях в Чебоксарах. Живое общение, живое исполнение. Чита Макарских себе не изменяет. Весь концерт на одном дыхании, в диалоге с любимым зрителем. Меня переполняют эмоции, правда. Потому что мне так в прошлый раз понравилось в Чебоксарах. Душа каждого города – это, конечно, люди. У нас здесь только друзей появилось. И так не хочется отсюда уезжать. Именно поэтому Макарские решили выступить не только в столице Чувашии, но и в других городах республики. В каждом из пяти запланирована отдельная встреча со зрителями. Часть собранных средств с концертов традиционно направляется на благотворительные программы фонда «Время помогать». Антон и Виктория Макарские – всюду вместе. На сцене и в жизни год уже почти 20 лет. Вика – очень талантливый человек. Этот талант распространяется намного. Невозможно быть талантливым в чем-то одном. Этот талант так или иначе освещает. В первом же году нашей совместной жизни поняли, что как бы мы ни бубнили, когда мы вместе. Вместе трудно, порознь. Порознь невозможно. Поэтому это не отдых. Это все, он сразу начинается. А когда еще дети появились, мы сейчас выехали, мы сейчас в любую свободную секунду на связи с ними. Хотя я могу сказать, что мы в общей сложности проводим, наверное, больше времени с ними, нежели там среднестатистический родитель, который с утра уходит на работу, вечером возвращается. У нас такого нет. У нас есть блоки, когда мы гастролируем, и просто дни, когда мы занимаемся только детьми. Поэтому они знают так, они привыкли. Да не то, что привыкли, они по-другому не знают, как. Кроме концертной деятельности, артисты успевают сниматься и в различных телевизионных проектах. Один из последних – документальный фильм «Святыни России». Сейчас мы наслаждаемся проектом «Святыни России». Сейчас вышло только три серии. Псковская область, Тверская область и Ленинградская. Сейчас выйдет четвертая серия. Впереди у нас поездки. Процесс съемочный еще идет. И зимой, например, мы приедем в Нижегородскую область. Зимние съемки у нас. Москва. Мы до сих пор Москву не сняли. Тоже у нас впереди. Поэтому мы просто наслаждаемся этим. проектом. Мы не ведущие, мы участники этого проекта. Узнаем очень много нового. И делимся, с радостью делимся с телезрителями тем, что мы узнаем. Навсегда. Тихий и талантливый конкурс среди девушек с нарушениями слуха прошел в Чебоксарах уже в 13-й раз. Накануне в ДК «Салют» определилась обладательница титула «Мисс Тихая Чувашия-2018». Пять претенденток на титул «Мисс Тихая Чувашия-2018». Проблемы со слухом совсем не мешают юным красавицам быть смелыми, артистичными и утонченными. Пять претенденток на титул «Мисс Тихая Чувашия-2018». Каждое движение рук — это слово или целая фраза. Жестовая песня — самый востребованный жанр в культурной среде глухих и слабослышащих. Именно такими в основном были творческие номера конкурсанток. При этом юные красавицы танцевали, улавливая такт по счету. Самое сложное — совместный номер. Игра на воображаемых инструментах. Помимо творческого испытания, девочки представлялись в визитке и делились фотоработами на фоне достопримечательностей города. Этот конкурс посвятили предстоящему юбилею Чебоксар. Покорить жюри во всех конкурсах удалось Марии Сергеевой. Она стала обладательницей титула «Мисс Тихая Чувашия-2018». Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. Умственный спорт сегодня в Чебоксарах прошел открытый шахматный турнир «Сбербанк Чес Оупен». С какого хода началась игра и какая школьная команда выиграла кубок этого года, смотрите далее. Е2-Е4 сделал ход. Классическое начало для традиционного турнира. У школьников впереди семь туров, а команда «Сбербанка» тем временем пытается обыграть мастера «Фиде». Вчетвером против одного. Впрочем, в шахматах чем больше голов думают над решением, тем больше вариантов. Разыгранная защита «Каракан». В общем-то называется это закрытый вариант. Мы перешли в Эйншпиль, то есть в окончании партии, разменяв ферзей. И сейчас будем играть в закрытой позиции, в которой шансы сторон пока что примерно равны. Но я бы сказал, что небольшое преимущество у черных есть, потому что у белых немного проблемный слон. А так в целом позиция у белых хорошая. Будем бороться. Бороться за медали и кубки сегодня приехали юные шахматисты со всей республики и соседних регионов Мариэлы и Татарстана. От маленьких первоклашек до высоких одиннадцатиклассников. Любителей умственного спорта на турнир Сбербанк собирает третий год подряд. Мы поддерживаем не только активные виды спорта, но и такой спорт, как шахматы. Шахматы прекрасно развивают память, логику, математические способности. Мне кажется, что это все пригодится нашим детям в их дальнейшей жизни, в образовании и так далее. 220 ребят, 55 команд. Играют по швейцарской системе. 7 туров по 11 минут. Первый невозможный ход наказания – 2 минуты. Второй невозможный – поражение. Обычно я начинаю партию с хода до 2 до 4. Главное – не унывать, даже если проиграл. Стараться извлекать из своих поражений какие-то выводы. Поэтому неудивительно, что во время перерывов между турами кто-то тренируется, а кто-то разбирает ошибки с тренером. Есть такой момент, что первоклассник обыгрывает 11-классника. Потому что ребятки начинают заниматься шахматой чуть ли не с детского садика. Побеждает умнейший. В этом году первое место завоевала команда 8-й школы Новочебоксарска. Второе место у третьей гимназии Зеленодольска. Замкнула тройку красночитайская СОЖ. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Выглядеть стильно в любую погоду мечтает каждая представительница прекрасного пола. А если при этом вещь хорошего качества и подоступной цене, это вдвойне приятно. Воплощает мечты в реальность ярмарка верхней одежды «Ермак». Яркие цвета, разнообразные фактуры и внушительный размерный ряд от 42 до 72 размера. Здесь любой может подобрать модель, подходящую именно ему. Ассортимент очень большой, конечно. Выбор очень большой. Вот три модели выбрала. Теперь будем выбирать одну, которая подойдет. Хотелось бы пуховик, можно синтепоном. Хоть что. Лишь бы подошло. Но я вот люблю мягкие куртки, чтобы мягкая она была. Не жесткая, не дубовая. Вот это вроде село. В соотношении цена-качество на ярмарке просто идеальное. Здесь цена фабричных вещей от российских производителей не кусается. Анна Кенина пришла сюда за зимней курткой. Как раз недавно на ярмарку поступила новая теплая коллекция. Я выбираю куртку на зиму. Зима будет, надеюсь, холодная, чтобы куртку носить можно было. Ассортимент довольно-таки большой. Есть выбрать для всех возрастов. Эту куртку, да, я собираюсь взять. Я ее увидела, померила, она мне понравилась. Для верхней одежды главное – хороший утеплитель. Вещь должна хорошо сохранять тепло, но при этом быть легкой и удобной. На ярмарке можно встретить различные вариации утеплителя. От классического синтепона и пуха до ультрасовременного тинсулейта. Есть варианты для любителей натурального меха. У нас есть отличные дубленочки с лазерной обработкой, отделка, натуральная норка. Очень качественные, хорошие модели. Все производится у нас на фабриках. Более пяти тысяч моделей курток, пальто, дубленок, ветровок. Здесь каждый найдет себе обновку по душе и кошельку. И самое главное – все цены у нас оптовые. Допустим, осеннюю курточку можно приобрести всего лишь за 2200 рублей, а теплый зимний пуховик – за 2980 рублей. На ярмарке верхней одежды можно одеть всю семью без ущерба для бюджета. Она работает с 10 утра и до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу улицы Максима Горького, 49, торговый центр «Максидом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова